Прогнозируем инфляции нынешнего года в Чувашии примерно 5,8%. Это вполне укладывается в показатель, который рассчитал Минфин России, не более 6%. А вот темпы роста цен на отдельные продукты в республике оказались выше среднероссийских. Почему, выясняли на еженедельном совещании главы и правительства Чувашии. Ситуация на потребительском рынке республики в целом стабильная. Индекс физического объема розничной торговли по сравнению с февралем прошлого года вырос на 15%. Однако отмечаются некоторые сезонные явления. В частности, подорожала плодо-овощная продукция. На 24 марта текущего года в республике, так же как и в Российской Федерации, рост среди социально значимых продовольственных товаров зафиксирован на плодо-овощную продукцию. Капусту белка, чанную свежую, лук репчатый, картофель, морковь. Вместе с тем произошло снижение цен по отношению к декабрю 13-го года на яйца куриные, соль, масло подсолнечное, хлеб, хлебопулочные изделия. На другие социально значимые продовольственные товары потребительские цены относительно уровня цен на конец прошлого года остались относительно стабильными. Глава Чувашии поручил всем профильным ведомствам разобраться в ситуации и попытаться повлиять на нее. Неурожие прошлого года – недостаточно убедительная причина. В масштабах страны постоянно происходит перераспределение товаров и продукции. Другое дело – большое количество посредников. Здесь надо смотреть схемы, то есть раскладывать конечную цену реализации по полочкам, где у нас идет удорожание стоимости всех тех услуг, стоимость продовольствия, стоимость сельхозяйственной продукции. В конечном счете это отражается на расходную часть бюджета и на семейный бюджет каждого потребителя. Отдельный разговор про молоко. С сентября прошлого года его стоимость в розничной торговой сети неуклонно растет, а вслед за молоком дорожают масло, творог, сметана. К сожалению, у нас много таких сборщиков, трейдеров, можно сказать, которые собирают молоко, где-то, может быть, официально и не учитывают это объемы и вывозят за пределы республики. Мы, конечно, с налоговой тоже работаем. Руководитель налоговой службы Ольга Никина подтвердила, действительно работа с предпринимателями, специализирующимися на сборе молочного сырья, ведется эффективно. Была проведена большая работа по сборщикам молока, как здесь уже было отмечено. Были установлены отдельные схемы, доначислены достаточно крупные суммы по предприятиям. Кроме того, был возбужден ряд уголовных дел следственным комитетом. И, как здесь уже было отмечено, ряд сборщиков уточнили свои обязательства налоговые перед бюджетом на десятки миллионов рублей. Михаил Игнатьев напомнил, основная задача властей – не допускать необоснованного повышения цен на продукты, особенно из списка социально значимых, и строить работу таким образом, чтобы амплитуда колебаний на потребительском рынке не выходила за допустимые рамки. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика.